Глава 1. Три обвинителя тезис о том, что христианство – это европейское творение, возникшее не ранее X века новой эры, при всей его очевидности и огромном количестве сторонников, нуждается все же в определенном разъяснении. Оно будет приведено ниже и по необходимости будет довольно кратким, для более подробного его изложения нам бы потребовалось привлечь материал, объемом многократно превышающий скромные размеры настоящего издания, в том числе историю христианской церкви, историю античности и раннего средневековья. Три выдающихся мыслителя разных эпох и народов не побоялись, каждый в свое время, бросить вызов официальной историографии, устоявшимся представлениям и всему «обычному» знанию, которые вдалбливали в головы многим поколениям школьников. Возможно, не все современные их последователи знают имена этих своих предшественников, по крайней мере, не все их упоминают. Гардуэн первым был Жан Гардуэн, ученый-изуит, родившийся в 1646 году в Британии и работавший учителем и библиотекарем в Париже. 20 лет от роду он вступил в орден, в 1683 году возглавил французскую королевскую библиотеку. Современники поражались обширности его познаний и нечеловеческой работоспособности, научным изысканием он посвящал все свое время с четырех часов утра до поздней ночи. Жан Гардуэн считался непререкаемым авторитетом в области теологии, археологии, изучения древних языков, нумизматики, хронологии и философии истории. В 1684 году он издал речи Тимистия, публиковал работы о Горации и по античной нумизматике, а в 1695 году представил на суд общественности исследование последних дней Иисуса, в котором, в частности, доказал, что по традициям Галилеи тайная вечеря должна была состояться в четверг, а не в пятницу. В 1687 году французское церковное собрание поручило ему колоссальную по объему и значению задачу – собрать материалы всех церковных соборов, начиная с первого века новой эры, и, приведя их в соответствие с изменившимися догмами, подготовить к печати. Работу заказал и оплатил Людовик XIV. Спустя 28 лет, в 1715 году, титанический труд был окончен. Янсинисты и адепты других богословских направлений в течение десяти лет оттягивали издания, пока в 1725 году материалы церковных соборов, наконец, не увидели свет. Благодаря качеству обработки и умению систематизации материала, до сих пор считающегося образцовым, он выработал новые критерии для современной исторической науки. Одновременно с главным трудом жизни Гордуин издавал и комментировал многие тексты, прежде всего, критику «естественной истории» Плиния, 1723. Но, несмотря на то, что безупречный образ жизни и научные достижения ученого иезуита снискали ему славу и уважение в образованных слоях общества, его критика письменного наследия античности вызывала ожесточенные нападки коллег. Еще в 1690 году, анализируя «послание святого Златоуста к монаху Кезару», он предположил, что большинство работ якобы античных авторов – Кассиадора, Исидора Сивильского, святого Юстина Мученика и т.д. созданы многими столетиями позже, то есть вымышлены и фальсифицированы. 3. Переполох, начавшийся в ученом мире после подобного заявления, объяснялся не только тем, что суровый приговор одного из образованнейших людей того времени было не так-то легко опровергнуть. Нет, многие коллеги Гардуэна были прекрасно осведомлены об истории фальсификации и более всего опасались разоблачения и скандала. Однако Гардуэн, продолжая расследование, пришел к выводу, что большинство книг классической древности, за исключением речей Цицерона, Сатир, Горация, Естественной истории, Плинии и «Георгию», Вергилия, 4, являются фальсификациями, созданными монахами XIII века и введенными в европейский культурный обиход. Это же относится и к произведениям искусства, к монетам, к материалам церковных соборов до XVI века и даже к греческому переводу Старого Завета и якобы греческому тексту Нового Завета. Приводя многочисленные доказательства, Гардуэн показывал, что Христос и апостолы, буди таковы и существовали, должны были молиться на латыни. Тезисы ученого и иезуита вновь потрясли научное сообщество, тем более что и на этот раз аргументация была неопровержимой. Орден иезуитов наложил на ученого взыскание и потребовал опровержения, каковое, впрочем, и было представлено в самых формальных тонах. После смерти ученого, последовавшей в 1729 году, научные баталии между его сторонниками и более многочисленными противниками продолжались. В страсти накалили найденные рабочие записи Гардуэна, в которых он прямо именовал церковную историографию «плодом тайного заговора против истинной веры». Одним из главных «заговорщиков» он считал Архонта Севируса XIII век. Гардуэн проанализировал писания отцов церкви и объявил большинство из них фальшивками. В их число попал и блаженный Августин, которому Гардуэн посвятил множество работ. Его критика вскоре получила название «система Гардуэна», потому что, хотя у него и были предшественники, никто из них настолько проницательно не исследовал вопрос о достоверности древних текстов. После смерти ученого официальные христианские теологи оправились от шока и принялись задним числом «отвоевывать» фальшивые реликвии. Так, например, послания Игнация «начало II века» по-прежнему считаются святыми текстами. Один из противников Гардуэна, ученый епископ Хюэ заявил, в течение сорока лет он трудился, чтобы опорочить свое доброе имя, но это ему не удалось. Приговор другого критика, Хэнки, более корректен. Гардуэн был слишком образован, чтобы не понимать, на что он посягает, слишком умен и тщеславен, чтобы легкомысленно рисковать своей репутацией, слишком серьезен, чтобы веселить ученых-коллег. Близким друзьям он ясно дал понять, что ставит целью неспровержение авторитетнейших отцов христианской церкви и древних церковных историографов, а вместе с ними и целый ряд античных писателей. Таким образом, он подверг сомнению всю нашу историю. Некоторые работы Гардуэна были запрещены французским парламентом. Одному страсбургскому иезуиту, однако, удалось издать в Лондоне в 1766 году «Введение к критике древних писателей». Во Франции эта работа запрещена и по сей день является раритетом. Труды Гардуэна по нумизматике, его система распознавания фальшивых монет и ложных датировок признаны образцовыми и используются коллекционерами и историками во всем мире. Языковед Балдауф следующим «Пять» был Роберт Балдауф, в начале XX века, приват-доцент университета в Базиле. В 1903 году в Лейпциге вышел первый том его обширного труда «История и критика», в котором он подверг анализу знаменитое сочинение «Джеста короля Магни» «Деяния Карла Великого», приписываемое монаху Ноткеру из монастыря Сент-Галлен. Обнаружив в Сент-Галленской рукописи множество выражений из обиходных романских языков и из греческого, что выглядело явным анахронизмом, Балдауф пришел к выводу «Деяния Карла Великого» Ноткера Заики «9 век» и «Касус Экки Харта Айви» ученика Ноткера немецкого «11 век» 6, настолько сходны по стилю и языку, что, скорее всего, написаны одним и тем же человеком. На первый взгляд, по содержанию они не имеют между собой ничего общего, следовательно, в анахронизмах виноваты не переписчики, следовательно, мы имеем дело с фальсификацией, Сент-Галленские сказки удивительно напоминают сообщения, считающиеся исторически достоверными. По Ноткеру, мановением руки Карл Великий срубал головы крошечным, величиной с меч, славянам. По аналому Инхарта, при Вердене этот же герой в одночасье уничтожил 4500 саксов. Что, по-вашему, правдоподобнее? Встречаются, однако, еще более поразительные анахронизмы, например, истории из купальни с пикантными подробностями, могли выйти только из-под пера человека, знакомого с исламским Востоком. А в одном месте мы встречаемся с описанием водных ордалей «Божьего суда», содержащим прямой намек на Инквизицию. Ноткеру известно даже «Элиада» Гомера, что Балдауфу кажется совершенно абсурдным. Смешение гомеровских сцен с библейскими «деяниях Карла Великого» наталкивает Балдауфа на еще более смелые выводы, поскольку большая часть Библии, в особенности Старого Завета, тесно связана с рыцарскими романами и «Элиадой», можно предположить, что возникли они примерно в одно время. Подробно анализируя во втором 7 томе «Истории и критики» греческую и римскую поэзию, Балдауф приводит факты, от которых вздрогнет любой неискушенный любитель классической древности. Он находит множество загадочных деталей в истории «выплывших из небытия» в XV веке классических текстов и подводит итог «слишком уж много неясностей, противоречий, темных мест в деле открытий гуманистов XV века в монастыре Сент-Галлен». Разве это не удивительно, если не сказать «подозрительно»? Странное дело, эти находки. И как быстро изобретается то, что хочется найти. Балдауф задается вопросом, не «изобретен» Ликвентилиан, следующим образом критикующий Плафта Т.Х.1. Музам приходилось говорить на языке Плафта, а им хотелось говорить на латыни. Плафт писал на народной латыни, что для II века до н.э. было абсолютно немыслимым. Упражнялись копиисты и фальсификаторы в остроумии на страницах вымышленных ими произведений. Кто знаком с творчеством «рыцарей Карла Великого» с их «римскими» поэтами от Эйнхарда, тот оценит, как забавно вышучивается там классическая древность. Балдауф обнаруживает в произведениях античных поэтов черты типично немецкого стиля, совершенно несовместимого с античностью, как, например, о литерации и конечные рифмы. Он ссылается на фон Мюллера, который полагает, что казино-пролог Квинтилиана также «изящно зарифмован». «Это касается и прочей латинской поэзии», — говорит Балдауф и приводит поразительные примеры. Типично немецкая конечная рифма была введена в романскую поэзию лишь средневековыми трубадурами. Подозрительное отношение ученого к Горацию оставляет вопрос, был ли знаком Балдауф с трудами Гардуэна «открытым». Нам кажется невероятным, чтобы маститый филолог не читал критику французского исследователя. Другое дело, что Балдауф в своей работе решил исходить из собственных посылок, отличных от 200-летней давности аргументов ученого-изуита. Балдауф выявляет внутреннюю взаимосвязь между Горацием и Овидием и на вопрос, как можно объяснить очевидное взаимовлияние двух античных авторов, сам же отвечает, кому-то это вовсе не покажется подозрительным, другие, рассуждая, по меньшей мере, логично, предполагают наличие общего источника, из которого черпали оба поэта. Далее он ссылается на Вюлефлина, который с некоторым удивлением констатирует, классические латинисты не обратили друг на друга внимания, а мы приняли за вершины классической литературы то, что на самом деле является позднейшей реконструкцией текстов людьми, чьих имен мы, возможно, никогда не узнаем. Балдауф доказывает использование в греческой и римской поэзии о литерации, приводит в пример стихотворение немца Муспильли и задается вопросом, откуда литерация могла быть известна Горацию. Но если в рифмах Горация обнаруживается «немецкий след», то в написании чувствуется влияние уже сформировавшегося к средним векам итальянского языка, частое появление непроизносимого «н» или перестановка гласных. Впрочем, в этом, конечно же, обвинят нерадивых переписчиков, заканчивает пассаж Балдауф, с 66. Записки о Гальской войне «Цезаря» также «буквально кишат стилистическими анахронизмами», с 83. О последних трех книгах «Записок о Гальской войне» и трех книгах «Гражданской войны» Цезаре он говорит, всем им свойственна одна и та же однообразная рифмовка. То же относится к восьмой книге «Записок о Гальской войне» Авлагир Цека «Александрийской войне» и «Африканской войне». Непостижимо, как можно считать авторами названных сочинений разных людей, человек, обладающий маломальским чувством стиля, тотчас узнает в них одну и ту же руку. Фактическое содержание «Записок о Гальской войне» производит странное впечатление. Так, слишком уж кельтские друиды у Цезаря похожи на египетских жрецов. Удивительный параллелизм, восклицает Барбер, 1847 год, на что Балдауф замечает, античная история полна подобными параллелизмами. Это «Плагиаты» с. 84. Если бы трагические ритмы Гомеровской «Илиады», конечные рифмы и алитерации принадлежали к обычному арсеналу античной поэзии, то они бы непременно упоминались в классических трактатах о поэтическом мастерстве. Или выдающиеся филологи, зная про необычные приемы, хранили свои наблюдения в тайне, продолжает иронизировать Балдауф. В заключение я позволю себе еще одну пространную цитату из его труда, напрашивается вывод, Гомер, Исхил, Софокл, Пиндар, Аристотель, прежде разделенные веками, приблизились друг к другу и к нам. Все они, дети одного столетия, и родина их, вовсе не древняя Эллада, но Италия XIV-XV веков. Наши римляне-еллины оказались итальянскими гуманистами. И еще, большинство греческих и римских текстов, написанных на папирусе или пергаменте, высеченных на камне или в бронзе, суть гениальной фальсификации итальянских гуманистов. Итальянский гуманизм подарил нам письменно зафиксированный мир древности, Библию и, совместно с гуманистами других стран, историю раннего Средневековья. В эпоху гуманизма жили не только ученые-собиратели и интерпретаторы древностей, то было время чудовищно напряженной, неустанной и плодотворной духовной деятельности, более 500 лет мы шагаем по указанному гуманистами пути. Утверждения мои звучат необычно, даже дерзко, но они доказуемы. Некоторые доказательства я представил на страницах этой книги, другие всплывут, когда эпоха гуманизма будет исследована до самых темных глубин. Для науки такое исследование есть вопрос первейшей важности с 97 и далее 8. Насколько мне известно, Балдауфу не удалось завершить свои изыскания. Его научные замыслы, однако, включали в себя изучение поздних редакций Библии. Поэтому можно не сомневаться, что в рукописях Балдауфа, будь они когда-либо найдены, мы встретим еще немало шокирующих неожиданностей. Камайор и широкомасштабная операция. Третьим видным обвинителем был Вильгельм Камайор, родившийся, между 1890 и 1900 годом, немец, 1991. Он учился юриспруденции, работал в конце своей жизни школьным учителем в Тюрингии, где и скончался в 50-е годы в полной нищете, 9. Полем приложения его исследовательской деятельности стали письменные свидетельства Средневековья. Каждый законный акт, считал он, будь то акт дарения или подтверждения пожалованных привилегий, удовлетворяет в первую очередь четырем основным требованиям, из него ясно кто кому, когда где этот документ выдал. Документ, адресат которого либо дата выдачи неизвестны, теряет юридическую силу. То, что нам кажется само собой разумеющимся, иначе воспринималось людьми позднего Средневековья и начала нового времени. На многих старых документах не обозначена полная дата, не проставлен год, либо день, либо ни то ни другое. Юридическая их стоимость, таким образом, равна нулю. Камайер установил этот факт, досконально анализируя своды Средневековой документации, по большей части он работал с многотомным изданием Гарри Бреслау, Берлин, с 1889 по 1931 годы. Сам Бреслау, принимавший большинство документов за чистую монету, с изумлением констатирует, что АЕКС, ИКС и даже XI века были периодом, когда математическое чувство времени у песцов, даже служивших, ни много, ни мало, в имперской канцелярии, находилось в зачаточном состоянии, и в имперской документации этой эпохи мы находим бесчисленные тому доказательства. Далее Бреслау приводит примеры, с января 2012 года правления императора Лотера и, соответственно, 835 год от начала нашей эры. Датировка перескакивает на февраль 2017 года правления того же монарха. События идут своим чередом лишь до марта, а затем, с мая в течение двух с половиной лет датировки представляют якобы 18 год правления. В правлении от Тона первого два документа датированы 976 годом воплощения вместо 955 и т.д. Подобными же ошибками полны документы папской канцелярии. Бреслау пытается объяснить это местными различиями в отчете начала нового года, путаницей дат самого акта, например, дарения и нотариальной записи об акте, составление дарственной грамоты, психологическими заблуждениями, особенно сразу после начала года, небрежностью переписчиков, и все же, великое множество письменных свидетельств имеют совершенно невозможные датировки. Но мысль о фальсификации не приходит ему в голову, напротив, часто повторяющаяся ошибка подтверждает для Бреслау подлинность документа. И это несмотря на то, что многие даты, очевидно, проставлены задним числом, иногда таким образом, что их просто не разобрать. Бреслау, человек энциклопедической образованности, с трудолюбием крота, перерывший массу материала, проработавший десятки тысяч документов, так и не смог оценить результаты своего научного поиска и, поднявшись над материалом, увидеть его под новым углом зрения. Первым это удалось Камайеру. Один из современников Камайера, Бруно Круш, трудившийся, как и Бреслау, в академической науке, в «очерках по франкской дипломатии» 1938, С. 56, сообщает, что ему попался документ, в котором недоставало букв, и «на их месте зияли лакуны». Но он и прежде сталкивался с грамотами, где для имен были оставлены свободные места, для позднейшего заполнения, с «одиннадцать». Существует много фальшивых документов, продолжает Круш, но не каждый исследователь способен разглядеть подделку. Бывают «нелепые подделки», с «немыслимой датировкой», как, например, грамота о привилегиях короля Хладвига III, разоблаченная Хиншином и Папеброхом еще в XVII веке. Грамоту, предоставленную королем Хлотаром Тремя-Безье, которую Бреслау считает вполне доказательной, Круш объявляет «чистой воды фальшивкой», никогда и не оспариваемой вероятно по той причине, что ее мгновенно распознавал как таковую любой понимающий критик. Собрание документов «Кроникан Бесуэнес» Круш безоговорочно относит к фальсификатам XII века, С. 9-10. Изучая первый том «Собрание актов» Перца 1872, Круш хвалит автора собрания за то, что тот обнаруживает наряду с 97 якобы подлинными актами мировингов и 24 якобы подлинными актами мажордомов почти столько же подделок, соответственно 95,8. Главной целью любого архивного исследования является определение подлинности письменного свидетельства. Историк, не достигший этой цели, не может считаться профессионалом в своей области. Дополнительно к разоблаченным Перцам-фальшивкам, Круш называет таковыми многие из признанных Перцам за подлинники документы. Частично на это указывали уже разные другие исследователи. Большинство фальсификатов, нераспознанных Перцам, по мнению Круша, настолько очевидны, что не подлежат серьезному обсуждению, вымышленные топонимы, анахронизмы стиля, ложные даты. Одним словом, Камайер оказался просто чуть радикальнее корифеев немецкой науки. Несколько лет назад Ганс Ульрих Нимец, вновь проанализировав тезисы Камайера, заключил, что фактический материал, собранный скромным учителем из Тюрингии, способен повергнуть в трепет любого здравомыслящего представителя академической науки, не существует в рукописи подлинника ни одного важного документа или серьезного литературного произведения Средневековья. Имеющиеся же в распоряжении историков копии настолько разнятся друг от друга, что реконструировать по ним «исходный оригинал» не представляется возможным. К этому выводу с завидным упорством приводят «генеалогические деревья» сохранившихся или цитируемых цепей копий. Учитывая, что масштабность явлений исключает случайность, Камайер приходит к выводу, многочисленных предположительно утраченных оригиналов никогда не существовало в действительности, 1980, с. 138. От проблемы «копий и оригиналов» Камайер переходит к анализу фактического содержания «документов» и, между прочим, устанавливает, что германские короли и императоры были лишены постоянного места жительства, находясь всю свою жизнь в пути. Часто они присутствовали в двух местах одновременно или в кратчайшие сроки преодолевали огромные расстояния. Основанные на подобных документах современные «хроники жизни и событий» содержат сведения об императорских беспорядочных метаниях. На многих официальных актах и грамотах отсутствует не только дата и место выдачи, но даже имя-адресата. Это относится, например, к каждому третьему документу эпохи правления Генриха II и к каждому второму – эпохи Конрада II. Все эти «слепые» акты и грамоты не имеют юридической силы и исторической достоверности – 11. Такое обилие фальсификатов настораживает, хотя ограниченное количество подделок следовало бы ожидать. При более внимательном рассмотрении Камайор приходит к выводу – подлинных документов практически не существует, а фальшивки изготовлены в большинстве случаев на крайне низком уровне, причем неряшливость и торопливость в изготовлении фальшивок не делает чести средневековой гильдии поддельщиков, анахронизмы стиля, правописания, разнобой шрифтов. Распространенное повторное использование пергамента после соскабливания с него старых записей противоречит всем правилам искусства подделок. Возможно, многократное соскабливание текстов со старых пергаментов «Полемпсест» есть не что иное, как попытка, состарив полотно оригинала, придать большую достоверность новому содержанию – 12. Итак, установлено – противоречие между отдельными документами непреодолимы. На вопрос о цели изготовления бесчисленного множества в материальном смысле ничего не стоящих фальшивок Камайор дает, на мой взгляд, единственно логичный и очевидный ответ – фальсифицированные документы должны были, заполнив лакуны идеологически и мировоззренчески «правильным» содержанием, сымитировать «историю». Юридическая ценность подобных «исторических документов» равна нулю. Гигантский объем работы определил ее поспешность, неуправляемость и, как следствие, небрежность в исполнении, многие документы даже не датированы. После первых ошибок с противоречащими друг другу датировками начали оставлять строку для даты незаполненной, словно составители ждали и не дождались появления некой единой установочной линии. Широкомасштабная операция, как определил предприятие Камайор, так никогда и не была завершена. В высшей степени необычные идеи Камайора, кажущиеся мне теперь основанными на верной базисной идее, не были приняты современниками. Продолжение начатого им расследования и поиски ясности должны стать важнейшей задачей всех историков. Осмысление открытия Камайора подвигло меня предпринять исследования, результатом которых стало твердое убеждение в том, что, действительно, начиная со времен ранних гуманистов Николай Кузанский и до иезуитов, осуществлялась сознательная и усердная фальсификация истории, лышенная, как уже было сказано, единого точного плана. Произошло страшное изменение нашего исторического знания. Результаты этого процесса затрагивают каждого из нас, ибо они застилают нам взгляд на действительные прошлые события. Ни один из трех вышеназванных мыслителей, не осознавая изначально истинных масштабов акции, вынужден был постепенно, шаг за шагом исследовать, а затем, один за другим, отвергать считавшиеся им подлинными документы античности и средневековья. Их путем последовал и я. Несмотря на то, что вынужденные отречения, запрет со стороны государственной либо церковной власти, несчастные случаи, я вспоминаю Лакунцу, а то и стесненные материальные обстоятельства способствовали стиранию из научной памяти свидетельств исторического обвинения, всегда находились и находятся новые правдоискатели, в том числе и в собственных рядах историков-профессионалов, с исследованиями которых мы познакомимся в следующих главах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...